Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. ОСОБОЕ МНЕНИЕ на 101FM 13.06 в Кирове на 101FM. Программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня Михаил Курашин, директор дирекции загородных лагерей. Михаил, добрый день. Добрый день. Я думаю, мы начнём сегодня с вами с происшествия в лагере «Мир», которое активно обсуждали многие СМИ, в том числе наши коллеги с портала «Про город». Они как раз выложили очень много фотографий. Ситуация такая. Подрались два мальчика накануне окончания смены. На портале есть фотографии одного из детей. Там достаточно сильные синяки в районе плечей, в районе почек. При этом мама пострадавшего мальчика утверждает, что её не поставили об этом в известность. То есть она приехала в лагерь, забрала мальчика, увидела синяки только по факту уже дома. Никто в лагере ей об этом не сказал. Что вожатые знали о драке, но мальчику не помогли, в медпункт не отвели. Вот я хотела бы узнать вашу точку зрения. Действительно ли это всё происходило именно так? Прокомментируйте, пожалуйста. Я могу прокомментировать лишь отдельные моменты. Первый момент в том, что действительно эта драка состоялась. Можно говорить о причинах, они долгоиграющие. Я, по крайней мере, сужу по тем объяснениям, которые были даны вожатыми по данной ситуации. Есть их мнение о том, как развивалась данная конфликтная ситуация, о том, что они делали в этой ситуации. Могу сказать, что разговоры о том, что они пассивно находились в стороне, это не совсем правильный разговор. Я бы сказал, совсем неправильные разговоры, потому что, когда ещё где-то в начале-середине смены между этими двумя подростками состоялась стычка, педагоги, они сореагировали на эту ситуацию, они развели ребят в разные комнаты и тем самым надеялись, что конфликт не возобновится. Помимо всего прочего, с их объяснений они неоднократно проводили разговоры, в том числе с этим мальчиком. А с которым из них? С тем, который Максим, который пострадавший? Да, тот, который в синяках. То есть оба педагога отмечают определённые моменты, связанные с поведением самого Максима, что на протяжении всей смены неоднократно с ним проводились воспитательные беседы на предмет меньшей агрессии, на предмет того, что там нельзя брать чужие вещи и так далее. Но в целом ситуация, она считалась, что она находится под контролем. И то, что произошло там в последний день, а это произошло в последний день, и опять же по объяснениям вожатых, синяков они на нём не видели. То есть может быть там закрытая одежда, из-за этого не видели, но факт остаётся фактом, и вожатые, и начальник лагерной смены подтверждают, что когда они отправляли ребёнка, то там синяков на нём не видели. А вы хотите сказать, что вожатые знали о конфликте, но не знали о конкретной драке? Конкретная драка, которая произошла в последний день, её как раз разнимали вожатые. Со слов, опять же, с объяснения вожатых, да, то есть они её прекратили. — А мальчика отвели или не отвели в медпункт? Всё-таки была оказана медицинская помощь или нет? — Обращений не было с его стороны. То есть жалоб на то, что там где-то что-то он себя плохо чувствует, жалоб не было. Поэтому там, если могу предположить, что вожатые увидели там лишь окончание драки, и не могли предполагать, что там такое количество ударов было нанесено. — Подождите, а вожатые разве, ну как бы они не должны отвезти обоих детей в медпункт? — Нет, при наличии жалоб. То есть в данном случае на каком основании они? Если ребёнок не жалуется, если ребёнок разошлись, то как бы жалоб не поступает от ребёнка, и, соответственно, вожатые там не реагируют на это. — Ну, ведь мы же с вами понимаем, да, что дети совершенно разные, бывают 13-14 лет, но вряд ли мальчик пойдёт жаловаться кому-то, смотрите, меня побили. — Ну, опять же, ещё раз там, вожатые среагировали в данной ситуации так. Да, то есть там мы взяли с них объяснение, мы в данном случае эти объяснения были в том числе взяты правоохранительными органами. Вожатые отстранены, и во второй смене они уже не работают, поэтому как бы так всё остальное — это уже, я считаю, работа правоохранительных органов. Но могу сказать и по своему опыту, что ситуация с конфликтами внутри лагеря — это достаточно типичная чрезвычайная ситуация. — То есть это нормально? — Это не нормально, но это, я бы сказал так, традиционно. То есть много таких ситуаций возникает. Возникает не только у ребят, которые познакомились в самом лагере. Бывают ситуации, когда приезжают два друга, и они дерутся между собой. То есть это неприятно, это чрезвычайно, на это нужно реагировать. Но говорить о том, что это такое эксклюзивное для мира, это, наверное, тоже неправильно. — Михаил, как должны себя вести вожатые? Какой регламент в случае, если два ребёнка дерутся, конфликтуют, вожатые разнимают драку? Что они должны сделать? — Они должны в первую очередь проинформировать руководство, что было сделано. Они должны провести воспитательную беседу. И должны обеспечить наблюдение за этими детьми на протяжении нескольких дней для того, чтобы не допускать, точнее оценить, успокоилась ситуация или нет. — То есть информировать родителей, вести принудительный ребёнка в медпункт на свидетельствование они не должны? — Они могут это сделать, но это не является их обязанностью. — А это правильно? — Я считаю, что в каждой ситуации вожатый самооценивает в силу своей компетенции полноту тех действий, которые он должен совершать. Если у ребёнка идёт кровь, видны подтёки или ребёнок жалуется на боли, понятно, что в этом случае отвезти к врачу — это обязанность. Бросить всё, в любое время суток отвезти к врачу, где ему будет оказана первичная помощь, или он будет направлен на дополнительное обследование с точки зрения оценки тех травм, которые ему были нанесены. С точки зрения мониторинга состояния ребёнка, то есть если у ребёнка жалоб не поступает, если он продолжает вести себя так, как он ведёт традиционно... — Но, Михаил, вы же понимаете, 13-14-летние дети, они ведь не пойдут жаловаться. — Ну, ещё раз, во-первых, медпункт тоже не закрыт. То есть если ребёнок чувствует себя дискомфортно, он сам может прийти. И вы зря недооцениваете ситуацию самостоятельности детей в лагере. Потому что дети идут с разными болячками. Поиграл в волейбол, заболел палец, он нормально, сам туда придёт, нет пункта, и не будет ничего дожидаться. Я ещё раз говорю, я не защищаю педагогический состав, потому что считаю, что всё-таки есть недоработка педагогического состава достаточно серьёзная. И уже так получилось, что это последний день с новой сменой, с новым педагогическим составом была проведена беседа о том, что там необходимо контролировать, в том числе привлекались и педагоги более опытные, с сознанием психологии, для того, чтобы вот как бы так контролировать эти ситуации, стараться их там нейтрализовывать. — Я знаю, что была проверка. — Проверка, насколько я знаю, правоохранителями проводится. — Ещё проводится. — Да. Ну, по крайней мере, у меня информации, там, о том, завершена она, не завершена, нет. Но в то же время я знаю, что взяты все объяснения. С сотрудников и с вожатых. И как бы так, какие выводы этого объяснения, там, пока не готов озвучить, ибо их не знаю. — То есть эта ситуация пока ещё не завершилась, она ещё пока продолжается? — Думаю, что да. Но, там, ещё раз говорю, там, я не думаю, что здесь что-то такое экстра-неординарное. — А на следующую смену, ну, вот вы уже сказали, что дали, ну, условно рекомендации, да, всем работникам, провели с ними беседу, ну, собственно, какие рекомендации дали? — Рекомендация о том, чтобы реагировать на малейшие признаки, да, то есть всегда в отряде, там, в первые же дни видны дети, которые ведут себя, там, агрессивно, которые ведут себя недружелюбно, да, там, деструктивно в каких-то вещах, да, там, и, соответственно, обращать на это внимание и реагировать. — Реагировать как? — В первую очередь, там, беседами. Пусть это 13-14 лет, но, там, педагог, это, его главное оружие — это всё-таки слово. Поэтому он должен реагировать таким образом. И, соответственно, оценивать ситуацию с точки зрения того, что если ребёнок не подаётся педагогическим воздействию, то уже вызывать родителей и общаться через родителей с этим ребёнком. — А когда отбираются вожатые в лагерь? Это некий постоянный состав, который работает каждое лето? Либо новых людей вы набираете каждый сезон? — Ну, в этом году мы шли несколькими путями. У нас был путь первый — это педагогический факультет нашего опорного вуза. И второй путь — это было строительные отряды. То есть, помимо всего прочего, есть тот состав, но они, наверное, уже не столько вожатые, сколько воспитатели, которые традиционно ездят. А к вожатым предъявлялось требование, связанное с тем, что обязательно пройти подготовку. То есть это школы вожатых. И педуниверситет, точнее опорный вуз, и стройотряды проводили непосредственно обучение, подготовку этих вожатых. Поэтому вопрос их готовности, их компетенции работать в лагере, я считаю, что вопрос не стоит. Другое дело, что, наверное, есть смысл, все-таки об этом уже не раз говорили, выходить на уровень оценки качества самих школ вожатых. Честно могу сказать, как человек с большим вожатским опытом, мне грустно смотреть на многих представителей вожатского состава и педагогического воспитателей, которые работают в лагерях. Их уровень по сравнению с тем, предположим, как готовили нас, и как нас воспитывали, как нас заставляли понимать, что в лагерь мы приехали не отдыхать, а работать, ну, вот сейчас никакое сравнение не идет. Как же вы их берете, если вас не устраивает их уровень? Нет, в данном случае требования, связанные с тем, что они прошли первичную подготовку, оно существует. На сегодняшний момент альтернативности как таковой особо нет. У нас там школ вожатых не так много. То есть у нас там не может кто подряд там выбирать. То есть если я завтра захочу приехать в лагерь работать вожатым, вы меня не возьмете? Вас, Юля, не возьмем. Вас возьмем на другую должность как-то-нибудь. Давайте на этом прервемся буквально на минутку, через минуту вернемся. Это «Особое мнение» Михаила Курашина, директора дирекции загородных лагерей. «Особое мнение» на 101FM. Мы возвращаемся в эфир. Это 101FM «Особое мнение» Михаила Курашина, директора дирекции загородных лагерей. В первой части программы мы обсудили ситуацию, которая случилась в лагере «Мир». И, наверное, сейчас я предлагаю все-таки подытожить для себя лично и для ваших подшефных лагерей, Михаил, из этой ситуации. Какой вы вывод сделали, какие действия предприняли, чтобы такого больше не повторилось? Я уже сказал о том, что там работа проведена и обозначены приоритеты с точки зрения решения конфликтных ситуаций. Второе. Мы очень надеемся, что обратная связь от родителей, потому что все дети в ежедневном режиме звонят по несколько раз родителям и рассказывают о своей жизни, в том числе об этих ситуациях. Чтобы она какая-то тоже была, чтобы нам приходили эти сообщения, и мы могли тоже на них реагировать, потому что не в состоянии знать все. Я думаю, что этих мер достаточно будет. А как часто приезжают родители в лагеря на родительский день? Ну, на родительский день приезжает, наверное, большая часть родителей. К сожалению, есть и другие ситуации, когда родители игнорируют понятие родительского дня и приезжают в другие дни. Он раз в неделю или раз в месяц, раз в смену, да? Раз в смену, то есть где-то примерно посередине, ближайший выходной, когда двери открыты, когда вожатые родители могут, если они какую-то информацию имеют, поделиться с вожатыми, могут обратиться к руководству лагеря, могут представить им дирекции, потому что я тоже стараюсь в эти дни бывать в лагерях, чтобы, собственно, выяснять какие-то вопросы. Ну, вот, там по миру могу сказать, что там обращений не было, да, то есть я был в ту смену как раз в мире, вот, директор лагеря был, начальник смены был, там весь педагогический состав был, то есть обращений не было, хотя там сейчас делается заявление о том, что этот конфликт был там чуть не с начала смены. Поэтому вот я хотел бы призвать родителей, в том числе, давать эту обратную связь, чтобы можно было реагировать как можно раньше и не доводить подобные ситуации там до того примера, который мы сейчас обсуждаем. Хорошо, Михаил, вот вы в своем живом журнале написали, что там первая смена оздоровительной кампании закончилась в общем и целом хорошо, несмотря на то, какие ужасы там пишут в интернете. Видимо, вы имели в виду как раз эту ситуацию. В том числе. Давайте тогда подведем итоги вот этой первой части оздоровительной кампании, что получилось, что не получилось. Ну, я считаю, что первую смену мы провели не лучше и не хуже, чем все остальные лагеря, да, я считаю, что это наш плюс. Потому что одно дело, когда там речь идет об управлении одним лагерем, да, другое дело, когда речь идет об управлении четырьмя лагерями. С учетом того, как происходил запуск лагерей, как происходила сдача лагерей, тот факт, что по всем, по трем из четырех лагерей мы запустились в срок. Там говорит о том, что, ну, а в четвертом там по объективной причине мы не смогли запуститься в срок, но запустились во вторую дату, которая была обозначена. Говорит о том, что в принципе-то мы как бы с задачей запуска справились. Что касается ситуации внутри самой смены, ну, опять же, неординарного ничего не было. Все вещи были достаточно прогнозируемы, да, там это и ситуация связана с холодом, которую там мы устраняли с помощью там разных методов, где-то меняли поставщика угля, где-то закупали дополнительные обогреватели. Но, опять же, там причина, я считаю, что все-таки я бы ее отнес в первую очередь к объективным причинам, потому что первая смена всегда это заезд в холодные домики, вне зависимости от того, о каком мы лагере говорим. Это домики, которые, собственно, должны нагреться уже самими жильцами. Да, да. Вот, там к нашей радости, наверное, и к детскому огорчению не было там купания, потому что это там дополнительное требуется там достаточно серьезной подготовки. Не только меры безопасности, но и подготовки. В целом, я считаю, что из всех четырех лагерей мы выдержали параметр питания, да, то есть приятно было слышать там по ряду лагерей во время родительских дней о том, что там питание здесь хорошее, там, ну, я не люблю сравнивать с прошлыми годами. Там свои нюансы у нас свои, что питание было хорошее, что, как бы так, дети не жалуются. Вот. А с точки зрения содержания, ну, здесь, опять же, не лучше, не хуже. То есть есть лагеря, где мы отработали там интересные программы, в частности, тот же лагерь «Мир». Есть лагеря, где отработали в такие традиционные программы, потому что там и педагогический состав уже обкатан годами, да, и им проще так работать. Но в любом случае, вот буквально там вчера я тоже был в одном из лагерей, мы встречались с педсоставом, обсуждали в том числе и там конфликтные ситуации, в том числе и программы, что, как бы, надо искать постоянно чего-то новое. Потому что там традиционность, она проста для исполнения, но она становится не так интересна самим детям. Поэтому возникает ситуация, когда дети там начинают звонить и жаловаться о том, что им скучно и так далее и тому подобное. Поэтому там активизация педработы заключается в том числе, что постоянно что-то искать. Там, опять же, по своему опыту могу сказать, что там, когда нас учили, нам говорили, 14 часов дети не спят. Ваша задача, чтобы 14 часов дети вас видели и постоянно были задействованы в каких-то процессах. К сожалению, там, сейчас многие вожатые там забывают этот факт и, как бы, с этим надо бороться. Вот с этим надо бороться. Потому что, еще раз говорю, там, они приезжают туда работать, они приезжают туда со своим опытом, они приезжают туда с какими-то задачами воспитательными и развивающими, и поэтому, собственно, времени для того, чтобы расслабляться, то у них особо нет. Если вожатые не знают, чем занять там трех-пяти детей, то, скорее всего, это не вожатый, это человек, который там мало отличается от тех детей, которые приезжают. Поэтому очень надеюсь, что мы с осени все-таки запустим методический центр, о котором мы говорили в начале года, который будет не только формировать перечень, скажем так, действий и шагов по финансово-хозяйственной подготовке лагерей, но и в том числе будет включать в себя и вот эту педагогическую работу, то есть это и методики по школе вожатых, это и методики по разработке программ, методики по проведению мероприятий, там какие-то наработки. То есть попытаемся собрать вот это все, и для того, чтобы там выдать уже не только нашим лагерям, но и всем остальным лагерям уже готовое решение того, что делать, если на улице плохая погода, а дети, как говорится, находятся в отряде, и нужно их чем-то занять. — Михаил, вот Роспотребнадзор тоже подводил итоги первой оздоровительной смены. Я сейчас найду цифру. В детских лагерях нашли 126 нарушений. Сотрудники ведомства проверяли качество воды, песка, почвы, пищи. Оказалось, что 1,7% проб воды, 1,8% проб пищи не соответствуют нормативам. Вот прокомментируйте, пожалуйста, эти цифры и нашли ли нарушения в ваших подшефных лагерях. — Ну, как бы так, то, что касается нарушений, мы там еще не получили результаты проверок, но я предполагаю, что в принципе-то они все равно какие-то там, какие-то есть, да, потому что одно дело, когда ты сдаешь лагерь и там перед этим, грубо говоря, все вылизываешь, другое дело, там процесс работы, где-то может быть там ситуация плохо вымытой, там посуды может привести к тому, что возникнет какое-то нарушение. — Да, нарушения есть, бывают в лагерях. Я считаю, что, опять же, задача заключается в том, чтобы быстро на них реагировать, потому что там нельзя, во-первых, оставлять, чтобы все это распространялось, с одной стороны, с другой стороны, мы же понимаем, что нарушения находятся не для того, чтобы там, условно говоря, наказать, а для того, чтобы, как говорится, быстро среагировать, да, там на их устранение. Поэтому там то, что делает Роспотребнадзор, это, конечно, хорошо, это замечательно, и мы надеемся, что и в дальнейшем, скажем так, все разговоры, связанные с их присутствием и проверками, да, они будут рассматриваться как своеобразный там текущий мониторинг для оперативного реагирования. Там, насколько мы готовы к этому оперативному реагированию, ну, я думаю, что, в принципе, там проверки, которые были в наших лагерях, говорят о том, что мы готовы, да, то есть там все, то, что там нам говорилось, что вот здесь что-то не так или здесь, там мы, по крайней мере, в кратчайшие сроки старались устранить. А у вас в это время была только проверка Роспотребнадзора, либо ваши старшие товарищи из правительства тоже вас проверяют? Нас проверяют все, кто может, да, там, и я знаю, что и курирующий наш министр спорта и молодежной политики выезжает в лагеря, да, там, где встречается, общается, смотрит на территорию. Это были и проверки, инициированные уполномоченным по правам детей, это были прокурорские проверки, пожарные проекты. Мы сейчас говорим про первую смену. Про первую смену. Проверки в течение первой смены. Да, да, вот, то есть это была и проверка милиции, то есть, ну, проверяли, наверное, все, кто может проверять. И итог этих проверок? Ну, переплюнуть, да, там, раз ни один лагерь не закрыт и продолжает работать, то, наверное, там ничего фатального у нас не обнаружено. Вот я на этом предлагаю уйти на второй перерыв. Я напомню, это особое мнение Михаила Курашина, директора дирекции загородных лагерей. Мы подводим итоги первой оздоровительной кампании. Первая смена закончилась в детских лагерях региона. Сейчас на небольшую рекламу уходим, и через пару минут вернемся. Особое мнение на 101FM. Мы возвращаемся в эфир на 101FM. Особое мнение Михаила Курашина, директора дирекции загородных лагерей. Мы подводим итоги первой оздоровительной кампании. В детских лагерях закончилась первая смена. Михаил, вот я хотела вас спросить. Мы с вами в первой части программы говорили в основном о четырех лагерях подшефтных ваших, которыми вы непосредственно управляете. Но есть еще четыре лагеря, которые вы сдали в аренду, но за которые, тем не менее, отвечаете. Правильно? Ну, в данном случае мы отвечаем за имущество. То есть все, что касается непосредственно проведения лагерной смены, ее обеспечения, отвечают арендаторы. То есть вы никак не вмешиваетесь в работу вот этой второй четверки лагерей и условно не контролируете происшествия? Мы не вмешиваемся, не контролируем. Мы, скажем так, осуществляем такой пассивный мониторинг. То есть со стороны, все равно в рамках межведомственной комиссии, в рамках таких контактов пытаемся узнать, как происходит ситуация. Ну, а вы знаете, как там прошла первая смена? Ну, опять же, там больших эксцессов не было. То есть больших проблем там не было. Там были проблемы, связанные с наборами. Но это традиционно для первых смен. Были проблемы чисто такого тоже организационно-педагогического плана. Где-то кто-то телефоны крадут. Но это тоже традиционное такое событие. То есть где-то там самовольный уход с территории. То есть, ну, опять же, там это на уровне такого текущих вещей, которые, в принципе, там традиционны. То есть мы понимаем, что больших проблем и срывов там оздоровительной компании в этих лагерях нет. Это там для нас главный вывод. А уже там насколько это эффективно оказалось с точки зрения и социальной, и с точки зрения экономической, да, там это мы уже будем, я думаю, по концу года. Благо, что есть межведомственная комиссия, которая там позволяет нам в текущем режиме там знать ситуацию в каждом лагере. И запланированы выезды во все лагеря в рамках межведомственной комиссии для того, чтобы уже на месте смотреть. Поэтому будем смотреть. Михаил, а вот этот случай нашумевший, когда воспитанник Белохолуницкой школы-интерната сам ушел из лагеря в селе Ильинское Слободского района, куда он приехал отдыхать. Вот что делается в ваших лагерях, чтобы такого не происходило? Как охраняются лагеря? Ну, давайте опять же, там, что скрывать, этот случай произошел тоже в нашем лагере, да, там, поэтому, как бы так, мы непосредственно всей ситуацией владеем. Предыстория, в принципе, выглядит следующим образом. То есть это ребенок был, ну, ребенком ее назвать сложно, это 17 лет, ребенку, подростку. Вот, он представлял школу-интернат, он состоит на учете в милиции в связи с побегами. Вот, об этом, и мы уже там неоднократно обозначали и на межведомственной комиссии в ходе разговоров с директорами, о том, что вот правильным, считаем правильным, о том, чтобы нас ставили в курс дела, потому что мы не формируем этот список, его формирует непосредственно там школа-интернат, и мы о том, что... То есть вы не знаете ничего о детях, которые к вам приезжают. Вот, то есть, соответственно, мы должны знать в курсе, быть в курсе вот всех этих ситуаций, потому что там в лагерях это, ну, не всегда есть возможность это выяснить, тем более, когда речь идет о концентрированной группе детей из специализированных учреждений. Лагерь обеспечивается охраной частным предприятием, да, то есть, и, соответственно, по лагерю «Белочка» произошла замена охранников после этого случая, даже там, несмотря на то, что мы не считаем себя полностью, там, единственным виноватым в том, что произошло. Вот. А информация была в установленном порядке, там, доведена до правоохранительных органов о самовольном уходе, то есть после этого это уже были в работу включены администрация этого заведения, интерната и правоохранительные органы. Наш руководитель в ежедневном режиме по несколько раз созванивался с руководителем поисковой группы для того, чтобы этого ребенка, там, узнать ситуацию с поиском этого ребенка. Ну, слушайте, когда ребенок ушел из лагеря, и непонятно вообще, где его искать, это же ЧП. Ну, это ЧП, но как бы так... А как охраняется, как организована охрана лагеря? Еще раз там... Частное предприятие, да? Сколько там охранников? Значит, согласно тому порядку, который заведен, один охранник находится на въезде, и один охранник постоянно обходит территорию. То есть вдоль забора... Два охранника. Два охранника, да. То есть там этого вполне достаточно. Потому что если, как говорится, поставить цель сбежать, то там можно поставить там, не знаю, взвод солдат, и все равно там люди, которые обладают склонностью к этому, они все равно сбегут. Поэтому там в этой ситуации вот здесь уже там принципиально важно быстрое реагирование педсостава на ситуацию, когда они видят отсутствие кого-либо. Потому что там согласно, опять же, всем требованиям, по истечении двух часов самостоятельных поисков информация передается в правоохранительную структуру. То есть, соответственно, если в течение двух часов не нашли, значит уже подключается милиция. Милиция уже действует своими методами. Ну вот, в частности, там этот ребенок оказался, насколько я понимаю, чуточку хитрее, поэтому его не могли найти там пять дней. В конечном итоге его нашли, и жив-здоров. Следом за ним, когда там попробовала сбежать девочка, тоже 17-летняя, ну там-то отработали очень хорошо, то есть девочка там через 2 часа 15 минут была возвращена в лагерь. Михаил, а насколько часто вообще это происходит? Ну, смотрите, да, там, вот не хочется там эту тему глубоко погружать, чаще всего речь идет о том, что самовольный уход с территории – это склонность не обычных детей, да, там, из семей, а вот именно детей, приезжающих по направлениям специализированных учреждений. Эта склонность, она чаще всего не проявляется в лагере, она есть и раньше, да, то есть они там бегут из своих интернатов, бегут там в разных местах, и поэтому, как бы так вот, там сказать, что у обычных детей этого нет, какие-то там, может быть, и факты есть, но их, на самом деле, там крайне мало. В основном речь идет вот об этих ребятах. Во-первых, в Жесмене была другая ситуация, там, ну, не буду называть лагерь, когда там два подростка тоже сбежали, буквально в момент погрузки в автобусы, да, то есть вот их... В момент погрузки в автобусы на отъезд, то есть из лагеря, да. То есть это тоже там существуют факты такие, что дети там сбегают. Много детей бежит тех, которые едут по линии социальной защиты, то есть это из социально незащищенных семей, да, то есть, ну, соскучились по родителям, там, или там по каким-то другим мотивам. Но это тоже категория, опять же, тех людей, детей, которые, в принципе, о которых нужно информировать и педагогический состав, и администрацию лагеря заранее. То есть, чтобы таких случаев не было. Проинформируют вас заранее. Как вы будете действовать? Ну, соответственно, уже к этим ребятам будет особое внимание с точки зрения того, чтобы оценивать, где они находятся, на территории, не на территории. То есть это и дополнительное там вводное в вожатскому составу, это дополнительное вводное старшему педагогическому составу, это вводное охране лагеря. То есть оценивать наличие, присутствие этих детей там на территории, на орг. Не случайно же, вот там, многие не понимают суть вот этих орг-моментов, там, обед, ужин, завтрак, отбой. Они, в первую очередь, направлены ведь на то, чтобы вот как бы так держать под контролем ситуацию. Надо посмотреть, все ли на месте. И когда, опять же, там полноценно работает вожатый, да, там для него орг-момент такой, он нормальный, собрались все, оценил, все здесь, все там, дальше можете там заниматься чем хотите. Если кого-то нет, там уже начинать поиски. Это в нормальной ситуации, в идеальной ситуации. А дальше уже зависит от компетенции самого вожатого. Если он там не обращает внимания на эти моменты, да, там у него могут возникнуть подобные ситуации. Но там, что касается Белохолуницкого, воспитателем на их отряде был как раз исполняющий обязанности директор детского вот этой школы-интерната. То есть, в принципе, как бы такой уровень сам говорит о том, что там этот человек должен знать каждого своего бегуна и каждого склонность к тому, что есть. А там быстро заметили, что ребенка нет? Ну, поиски начались, по-моему, ну, для того, чтобы сказать быстро заметили, надо знать, во сколько он сбежал. Да, то есть оценили, если мне не изменяет память, опять же, из объяснительной записки, оценили к обеду. Да, то есть, соответственно, там уже к двум часам была подана информация в милицию и дальше там запустилась система поиска. То есть, во сколько он ушел? Ну, точно утром он был. Ну, где-то между завтраком и обедом. Где-то между завтраком и обедом. Ну, хорошо. Информация о таких детях, да, как вы их называете, бегунах. А что еще можно сделать, чтобы предотвратить? Работать. Постоянно должны быть заняты. То есть, вот, предположим, там, я знаю, в некоторых лагерях активно используется практика, когда эти ребят, те, кто вот такие наиболее буйные, да, или наиболее склонные к каким-то там неадекватным действиям, их вовлекают в какую-то там помощь лагерю, да. То есть, они участвуют в каких-то там паркохозяйственных мероприятиях, да. Где-то там мусор прибрать, где-то там, не знаю, помочь там принести доски для того, чтобы там... Это не совсем, может быть, соответствует всем требованиям, там, предъявляемым к детскому отдыху. Но, с другой стороны, это очень хороший педагогический прием, когда эти ребята свою энергию направляют, ну, в достаточно такое позитивное русло. Они там увлекаются этим, да, их там конфетами поощряют, там, где-то что-то. Они увлекаются этим и уже меньше склонны там к тому, чтобы там, не знаю, там, своровать телефон или там что-то еще сделать. Четыре минуты эфира у нас осталось. Это особое мнение Михаила Курашина. Вот в оставшееся время я бы хотела, наверное, с вами обсудить тему, которая тоже касается детей. Кировские депутаты ОЗС предложили противодействовать группам смерти на региональном уровне в части ужесточения ответственности за подстрекательство, да, к самоубийству. Как вы считаете, это на законодательном уровне, в принципе, возможно противодействовать группам смерти или в данном случае депутаты ОЗС никак не смогут повлиять на эту ситуацию? Ну, я думаю, что локально на уровне Кировской области мы, к сожалению, здесь делать практически ничего не можем. Это там тенденция все-таки, там, тренд, если не общероссийский, то мировой, да, там, и решения, там, должны приниматься все-таки на федеральном уровне и должны там быть программы не, там, меньше, чем программы, связанные с борьбой с терроризмом, там, и так далее, да, то есть, там, уровень и, там, задачи должны все-таки нарезаться федералами на эту работу. Мы же здесь на уровне, там, локальном, ну, не знаю, честно скажу, там, я не могу даже себе представить, что мы можем сделать, кроме, ну, не знаю, там, нарезать, опять же, педагогические задачи, чтобы, там, отвращать детей от подобного контента, но, опять же, для этого необходимо, чтобы у нас были подготовлены люди для этого. Отобрать у детей мобильные телефоны? Ну, это же бесполезно, это раз, во-вторых, мы же с вами понимаем, что на сегодняшний момент мобильный телефон – это средство развития, да, то есть, там, сделать так, чтобы, там, наши дети не развивались и теряли свои конкурентные преимущества, да, там, на будущее, там, но это будет еще большим преступлением, потому что, там, куда они пойдут? Они пойдут тогда, там, тоже в темную сторону. Ну, это все понятно, и понятно, что задача родителей. Я спрашиваю немного про другое. Возможно ли с помощью законодательства повлиять на эту ситуацию? То есть, если действительно не на кировском, на федеральном уровне ужесточить ответственность за доведение до самоубийства, станет меньше, повлияет это на существование самих групп смерти? Вот, понимаете, вопросы, связанные с ужесточением ответственности, еще, там, в свое время, когда я, там, занимался вопросами, связанными с ужесточением ответственности для пьяных водителей, да, там, это же уже постфактум, это уже свершившееся доказанное действие, да, там, мы можем, там, все, что угодно здесь предлагать. Но проблема-то ведь заключается, скорее всего, в том, как предотвратить, чтобы люди этим занимались. Там, запугиванием точно это, там, особого результата не даст. А вот именно предотвращением, недопущением того, чтобы это появлялось, вот над этим надо, мне кажется, больше думать, чем наказывать. Но, по части недопущения, наверное, на это законодателям очень трудно повлиять. Ну, почему? Опять же, ведь вопрос, еще раз говорю, там, принятие федеральных программ, активизация федеральных структур, там, правоохранительных структур на эту работу, внесение изменений в программы, связанные по подготовке специалистов, психологов, педагогов по работе с детьми, там, это то, что необходимо делать с федерального уровня и в форме законов. А вот уже там дальше исполнение их, это уже там вопрос второй. Хорошо, Михаил, я благодарю вас за ваше особое мнение, нам нужно на этом закругляться. Это было особое мнение директора дирекции загородных лагерей Михаила Курашина и вице-спикера ОЗС прошлого созыва. Спасибо вам за эфир. До свидания, спасибо. Всего доброго и до свидания.